Здравствуйте! Начинаем очередной урок школы покера. В прошлый раз мы поговорили о процедурном кодексе покера, а сегодня нас ждет глобальная тема – это покер в сети интернет. И теперь я хотел бы пригласить к столу своих студентов. Здравствуйте! Сегодня тема нашего занятия – покер в сети интернет. Я думаю, многие из вас уже знают, что это такое, но я хотел бы на всякий случай проговорить процедуру с самого начала. Вдруг среди наших телезрителей есть те, кто никогда не пробовал этого делать. Во-первых, я скажу о том, какое влияние и какое значение интернет сделал для покера. Появилась возможность играть у огромного количества людей, не выходя из дома. Они получили возможность участвовать в отборочных турнирах на крупные соревнования. Всех когда-то впечатлил успех Криса Манимейкера, который, отобравшись за 35 долларов на одном из интернет-сайтов, получил путевку в Лас-Вегас, где выиграл первое место в главном событии, получив приз в размере 2,5 миллионов долларов. Сегодня эта цифра уже никого не удивляет, а тогда это была... Ну, она и так огромная цифра и сегодня. Но сегодня уже были призы значительно большие, а тогда это был огромный успех и некоторый гимн интернету, который позволил сбыться американской мечте. Никому неизвестный бухгалтер выиграл сначала в интернете, а потом и живьем на World Series of Poker большие деньги. Я думаю, что вслед за ним в этот интернет пришли огромные толпы народа. То есть, если сравнить интернет-покер с живой игрой, то можно обнаружить целый ряд плюсов, если говорить об интернете. Ну, во-первых, как мы уже сказали, не надо никуда выходить из дома. Во-вторых, если ты идешь в покерный клуб, то, во-первых, ты собираешься, ты тратишь какое-то время на дорогу, есть какой-то дресс-код, который ты должен соблюдать. Скорее всего, ты уходишь туда на целый вечер, потому что глуповато приехать ради 15 минут. В покер ты можешь сыграть 15 минут в интернете в обеденный перерыв, потом ты можешь сыграть, если у тебя есть часок свободного времени, ты ждешь клиента, встречи и так далее. В интернете не нужно соблюдать дресс-код, в интернете не существует проблема курения, никто не скажет тебе, что у нас курят или не курят, если ты куришь, и в то же самое время, если ты не куришь, то тебе не нужно терпеть рядом с собой толстого дядьку, попыхивающего своей гаванской сигарой. То есть, кроме того, есть еще и такая разница, что если в игре онлайн твоего лица никто не видит, и тебе не нужно следить за покер-фейсом. То есть, для некоторых игроков это существенно. Я помню молодого Сашу Кострицына, который сейчас является одним из лучших российских игроков, он начинал с интернета, и первое время у него была значительная разница. То есть, в интернете он выигрывал прилично, а в живой игре проигрывал. То ли его читали лучше люди за столом, может быть, у него эмоции какие-то были написаны на лице. Ну и прошло какое-то время, пока он освоился и понял, что нельзя выдавать свои эмоции, и научился себя вести. Я бы предложил пройти пошагово весь путь, который ждет человека, который вдруг захотел сыграть в интернете. Ну, во-первых, надо сказать, что вся подготовка займет буквально 5-10 минут, в зависимости от скорости вашего интернета. То есть, вы идете на выбранный вами покерный сайт, их на самом деле тысячи, и можно сходить на несколько покерных порталов, для того, чтобы прочесть какие-то рекомендации. Есть крупные такие, как Покер Старс и Фулл Тилд. Есть множество мелких клубов, которые чаще всего объединяются в большие сети, как, например, сеть Онгейм. Ну, и есть ряд других сетей, таких как Айпокер, например. Всего этих клубов, ну, просто тысячи. Поэтому выбрать, найти достаточно легко. Трудно выбрать себе по сердцу. Вот дальше вы приходите на этот сайт, читаете там какие-то короткие сведения о том, что это за клуб, сколько игроков, какие игры предоставляют, и нажимаете кнопочку «Загрузить клиентскую программу». То есть вот это скачивание клиентской программы занимает 3-4 минуты, потому что она с картинками, со всей своей графикой мультипликации весит 10-15 мегабайт. После чего вы регистрируетесь на этом сайте. Во-первых, вам нужно придумать какой-то ник, какое-то свое игровое прозвище, под которым вы будете появляться в клубе. Я сразу советую подумать об этом заранее, чтобы это прозвище было какое-то благозвучное, несло в себе какой-то смысл. Ну, некоторые любят, как вы говорили, самый гладкий. Гладкий как шелк. Гладкий как шелк. Я себе это возьму. Сразу приятно с человеком играть, если он такой гладкий, как шелк. Да. Или, например, игроки меня поймут, если он вдруг назовет себя сладкий, как булочка. Ну, иногда люди пишут устрашающие какие-нибудь, типа там «Рейс», «Юдва Туза», там что-нибудь такое, «Туз Король». Вот, я думаю, АК должно быть занято и как-то застолблено за Анной Курниковой, потому что это ее инициалы АК. Ну, или разве что еще за автоматом Калашникова. Вот, то есть придумали себе ник, дальше с вас спросят некую регистрационную информацию. Ну, как-то имя, адрес, телефон, e-mail. Вот, и пришлют вам на этот e-mail некий код авторизации, проверив как бы подлинность этого e-mail'а, после чего вы можете считать себя уже полноправным членом этого онлайн-покерного клуба, и можете немедленно приступать к игре на игровые деньги, то есть на «Play Money». Я всем советую, прежде чем заводить какие-либо деньги в покерный клуб, попробовать потренироваться, понять, как устроены кнопочки, потому что если вы случайно нажали кнопочку «Pass», когда у вас «Коре», никто вам не поможет, и никуда нельзя будет пожаловаться, что вы вот такой сделали мисклик. Вот, поэтому лучше потренироваться во избежание таких ошибок в дальнейшем. После этого, если... Ну, не советую вам задерживаться долго на столе, где играют бесплатно, потому что там все ваши знания, которые вы получили в школе покера, просто не понадобятся. Там все примерно играют одинаково, двигают в каждой раздаче все фишки, потому что если ты проиграешь, тебе тут же дают новые, это тебе ничего не стоит, и соревнования у них происходят в том, кто набьет больше количества вот этих бесплатных виртуальных пластмассовых кружочков, на которых даже пластмассы не требуются, чтобы отлить их. Поэтому, познакомившись, как устроены там кнопочки, можно попробовать положить туда деньги. Сколько? Это зависит от того, в какую игру вы хотите позволить себе играть, потому что если вы хотите играть по одному центу, достаточно положить там 10 долларов. Да? Я могу сказать что-то. Что-что? Я могу сказать что-то. Конечно. Вот я после нашего последнего урока пришла домой, и у меня мой любимый Facebook существует, как жить в него без нельзя. И я там на покер зашла. Ты выиграла? Да, у меня 3000 долларов. Теперь на счете сидит. Плеймани. Плеймани не настоящий. Ну да. Но я просто тренировалась, просто мои решения и так далее. Были случаи, где я сняла, но в эти случаи я обычно пас делала. А тут, мэн, я всех сняла. Да. Гладкий как шелк. И такой у вас не гладкий как шелк? Нет, у меня cat love. На самом деле, кстати, так бывает знакомятся люди в интернете. Вы знаете, сколько напиток покупают? У меня фотография есть, и можно виртуальные напитки купить, там, так далее. Так что у меня, если бы по-настоящему, я бы уже с салавы падала. Они стараются знакомиться, да. Когда-то, достаточно давно, еще не существовало ни одного покерного клуба в сети интернет, мы сделали клуб для игры в преферанс онлайн. И неожиданно, то есть, вот такая маленькая история, сделали клуб для игры онлайн. Ну, без денег, естественно, и так далее. И еще была сырая программа, мы хотели не давать никакой рекламы, просто позвать нескольких знакомых для того, чтобы отладиться. Ну, проверить, может быть, есть ошибки, начнут программы рушиться. Вот. И договорились на ухо только близким знакомым. Ну, и в первый же вечер собрали там 3-4 стола, то есть 10-15 человек, играли в этот преферанс. Вот. Ровно через месяц посмотрели, сколько человек зарегистрировалось. Оказалось, 20 тысяч людей из 115 стран мира. То есть, вот такая цифра была сразу после первого месяца безрекламной жизни. Вот. И, то есть, люди начали ездить друг к другу в гости. Например, наш программист тут же съездил в Грецию покататься на яхте к одному из клиентов. Вот. И он говорит, ты не понимаешь, мы людям изменили жизнь. Пора мне отвечать вот эти... На эти напитки? Да. В браке случились? Несколько, несколько. Несколько? То есть, меня приглашали посаженным отцом. Транс-концинентальный? Ну, говорили, что вот благодаря вам вот мы познакомились. Я говорю, ну, я пока не как бы не могу принять благодарности для того, чтобы впоследствии вы меня не ругали. То есть, если я сейчас приму некую благодарность и скажу, да, это благодаря мне, то впоследствии можно сказать, вот вы испортили нам жизнь и так далее. То есть, как помните, у Жванецкого прошло сегодня ровно 25 лет с того дня, как он и она не встретились. И не было вот этих всех парткомов, там, из руганестящей и так далее. То есть, прожили они долго и счастливо. Так вот, завели вы какой-то свой ник и решили положить туда деньги. Каким образом? На этот случай существует множество платежных систем. Это то же самое, как вы можете купить книжку или там оплатить какие-нибудь билеты в интернете. Для этого есть Яндекс.Деньги, есть WebMoney, есть интернациональные системы, такие как PayPal, Neteller, ну и множество других. А вот если ты выиграл деньги, тебе должны перевести вот сайт, а комиссию кто выплачивает в WebMoney? Или ты сам? В WebMoney ты выплачиваешь сам, то есть... Какая комиссия? Я боюсь, что это может выглядеть как некая реклама в WebMoney, но то, что я помню, это они берут 0,8% за какой-нибудь трансфер и они берут 2,2% при обналичивании. То есть ты приходишь в офис в WebMoney и говоришь, мне нужно получить там тысячу долларов со своего кошелька. Они за это с вас возьмут там 22 доллара. Вот примерно так. Да, я думаю, что по сравнению даже с известными там банковскими какими-то услугами, это вполне конкурентоспособные такие проценты. Вот, то есть завели вы какой-то свой кошелек и теперь вы можете начинать игру. То есть, естественно, вы на стол... Вот вы завели аккаунт, у вас на аккаунте лежит 100 долларов. Вы решили сесть попробовать, допустим, в игре там 5 центов, 10 центов. Для такой игры вам достаточно поставить на стол 5 долларов, например. То есть вы не ставите все 100 долларов, которые у вас есть на счету. Считайте, что это где-то на депозите, что вы на этом депозите взяли, купили на 5 долларов фишек и поставили их на стол. На депозите осталось 95 в неприкосновенности. Вот этими 5 долларами вы рискуете, когда играете вот эту игру 5-10 центов. Допустим, вам все понравилось, все хорошо, и вы хотите поиграть в ту игру, которую мы играли там, скажем, на школе. Это там, не знаю, доллар-два. То есть, там, скажем, 25 рублей, 50 рублей. Вот вы точно так же ставите на стол, например, сколько там, 50 долларов или 100 долларов. Вот. И дальше по окончании игры столько, сколько у вас осталось на столе, в тот момент, когда вы нажали «сит-аут», все, больше не играем. Выйти из-за стола. Вот эти 150 долларов, или там, сколько у вас осталось на столе, они автоматически перейдут на ваш депозит. И если вы нажмете крестик «выйти из клуба», эти 150 долларов будут там ждать следующего вашего прихода. Этими деньгами вы можете, ну, во-первых, в клубе играть на них. Во-вторых, если там завтра к вам какой-нибудь знакомый скажет «Ой, я тоже зарегистрировал ник, можешь мне кинуть там 10 долларов, хочу попробовать», вы можете сделать трансфер между игроками. То есть, перевести вашему знакомому 10 долларов. А он потом обратно ревняет эти 10 долларов. Если захочет, это же ваши риски. Хотя некоторые клубы, например, есть, я знаю, такие случаи, они фиксируют это как займ. И если человек делает кэш-аут, то есть получает с клуба свои деньги, они смотрят, выплатил ли он кредиты, которые брал от других игроков. То есть, они защищают интересы вот этих кредиторов. Но, с другой стороны, если он их проиграет, например, ему никто ничего не сможет сказать, и никто не может с него потребовать. Тогда пальцы надо отрезать потихоньку. Нет, на самом деле, вы знаете, на мой взгляд, это достаточно справедливая система, потому что старинное российское законодательство, еще, например, дореволюционное, А там говорилось, что кредитор не может получить по суду деньги, если он знал, что деньги предназначались для игры. То есть, если можно доказать, вот вы спросите, у меня 100 долларов, но если я знал, что вы хотите играть на них, я не смогу получить с вас судом. Тем более, Катя. Я могу с судом? Да, конечно, пожалуйста, каждый день. Окей, а мы можем на 10 тысяч долларов сеть тоже? Так, то есть, значит, завели счет, начали играть. Вот теперь, ну, не знаю, какой-то вам нужно ввести менеджмент вашего счета, вы знаете, сколько у вас, и вы, естественно, планируете вашу игру с тем, сколько у вас есть на счету. Если у вас есть 100 долларов, вы не играете больше, чем там, ну, не знаю, полдоллара-доллар, это и то много. Вот, поэтому, если вы хотите играть, например, там, доллар-два, то, наверное, вам нужно еще положить туда 200-300 долларов. Вот, если вы выиграли и не хотите их проиграть, вы можете вывести первоначально введенные деньги, например, и играть на то, что у вас осталось, то, что вам удалось выиграть. Ну, вот один из минусов онлайн-покер, то есть у нас под рукой есть все доступные лимиты, и поэтому не стоит прыгать по лимитам, играть там сначала на 10 центов, потом доллар. Стоит поставить и играть себе один лимит и не переходить выше, не ниже. Просто и некоторые игроки проигрывают, хотят отыграться и идут выше. Ну, что просто, например, если вы играете, там, 5-10 центов, задебозите себе там 50 долларов и выше никак не идти выигрывать или проигрывать тебе без различий. Потом, если наберете хорошую дистанцию, там, за счет вспомогательных программ, таких как покер-трекер, можно посмотреть свою игру и исправить ошибки. Макс, что значит, если наберете хорошую дистанцию? Дистанцию игры, например, потому что два дня можно играть плюс просто по везению, если вы уже сыграете месяц-два, то там никакого везения, там все зависит от вашей игры. Если вы много выигрываете, то, понятно, можете переходить на лимит выше. Ну, не стоит прыгать сразу на доллар, там можно переходить на 10-20 центов, так, постоянно, понемногу. Ну, а ты как тысячу лет будешь это делать? Надо керпо, сразу прыгнуть и сразу. Хорошие руки поднимаются примерно за год с нескольких лимитов, но это очень много. Да, это еще очень хорошо, некоторым нужно и три года, чтобы дойти до верших лимитов. Ну, просто сказать, вот вы пришли, например, вы же не знаете, в какую силу вы играете, и во сколько денег вам может обойтись это ваше удовольствие. Если вы сыграли на бесплатные деньги и удалось выиграть, собрать на последней карте флеш, ну, случайно, и вы радуетесь, у вас большое количество фишек. Потом вы сели играть по маленьким ставкам и проиграли, там, ну, не знаю, 2000 рублей, например. И уже, как бы, это неприятно. Если вы подумаете, давай-ка я завтра сяду, попробую выиграть, там, 5 или 10 тысяч рублей. Вот, и когда вы их снова проиграете, к тому моменту, когда вы поймете, что вы играете хуже, вы уже проиграете какую-то приличную для себя сумму. Макс о чем говорит? Что вы сначала поймите, вы их в плюс играете или в минус, и после этого можете повышать свои лимиты. Потому что если вы играете в минус, это ваша безопасность, и если по 10 центов, вы много не проиграете. Ну, логически это работает. Ну, когда человек, как я, это просто с ума может сойти. Тогда, может быть, мы таким людям, как вы, не будем рекомендовать играть, потому что следующая наша тема – это лудомания, болезненная пристрастия к игру. Мне сказали, что надо лудомания, так что я играю на ваши деньги. Да, это пожалуйста. Веб-мани, веб-мани. Да, веб-мани, пошли. Нет, я буду вашей веб-мани, вы будете мне звонить просто по телефону. Правда ли, говорит, что при коммунизме можно будет заказывать продукты по телефону? Да, правда, говорит. Но показывать их будут по телевизору. Следующий важный плюс игры в интернете – это возможность ввести записи и собирать статистику на ваших игровых партнеров. Ну, например, вот мы когда играем за столом, через какое-то время вы делаете выводы, что, например, я такой консервативный игрок, я играю на хорошей карте. Вот. И если я делаю большую ставку, наверное, у меня что-то есть, я редко блефую. Да? Вот. Точно так же вы… А в интернете вы можете открыть на меня прямо такое маленькое окошечко, по моему нику кликнуть мышкой, откроется маленькое окошечко. Вы напишите «Консервативный игрок не блефует, играет на хорошей карте». Замужем. Есть некоторые… А это написано… Есть даже некоторые такие сайты, где ты можешь присвоить игроку какой-нибудь, ну, не знаю, символ, там, волк, акула, рыбка. Мартини. Да, то есть… А что это значит, волк, акула? Я понимаю, что мартини значит… Вы сами для себя решаете, что означает этот волк, как образ. Чтобы вам долго не писать вот эти характеристики, вот вы на Макс, например, сразу пишите «Волк». Какой же он волк? На акулу уже. Волк. Волк, это когда шерсть плохо растет. Ну, а также у тех, кто играет в турниры, есть специальный сайт, где мы можем узнать статистику об игроке, как он играет, плюс или минус, сколько турниров. Это «Офишл Покер Рэнкингс» – один из лучших сайтов. То есть мы там вводим никнейм игрока. Как, 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 афишл Покер Рэнкингс. А «Покер Рэнкингс» – покерные рейтинги. Там можем узнать, кто играет плюс, минус, сколько турниров, тем самым узнать, как он играет. Если он минус, то он плохой игрок, скорее всего, где-то делает ошибки. Если он сильно плюсовый, то понимает, как он будет играть. А ты это находишь по ник, который дают? Да, я пишу ник игрока, как он за столом всё. И, ну, как, например, если ты играешь в один веб-сайт, а ты бьёшь ник из этого и вставляешь «Офишл Покер Рэнкингс». Да, он показывает мне статистику игрока, сколько он турниров сыграл, за последние дни какие турниры, что выиграл больше всего. Так мне легче всего представлять, какой он игрок, как будет играть. Скажи, а ты знаешь, кто скрывается под ником? Ну, редко. Потому что он имеет право не разглашать свою информацию, просто как никнейм известен. Ну, некоторые известные игроки раскрывают свою информацию, кто он на самом деле, на форумах пишут. Также очень интересно, как сильные игроки, которые по контракту играют, там, «Фултфилти», «Покер Старси». Например, «Фултфилти» не отмечены красным цветом. Если мы его выбиваем турнир, нам дают боин за него. То есть, возвращает этот турнир 200 долларов, мы его выбили, нам дают 200 долларов за то, что мы с ним сыграли и забрали ему все фишки. Как бонус. Да, как бонус. У тебя такое было? Выбивал сильных игроков? Раз шесть. Ух ты! Шесть раз по 300 долларов, слушай. Ой, тут съесться, ой, тут тихо сидит, а там. Я не хотел бы разлашать. Я просто хочу понять, с кем не играть. А вы, это очень просто, вы можете звонить ему и говорить. «Я захожу под таким-то ником, со мной не играй». Мы все джентльмены, достаточно одного нашего слова. Правильно? Конечно. Я джентльмен, Рео. Агрессивный игроков, да? В интернете, да, очень агрессивный игроков. Очень агрессивный, ты просто тут у нас такой хорошенький, да? Он блефует. Да, он блефует. Большой выбор столовый, за одним словом, можно играть тайтл, а по карте, если играет очень агрессивно, как я здесь играю. А если стал довольно тайтл, ну, фултилд на больших элементах больше всего играет тайтл в мультитейбл турнирах. Поэтому там агрессивно играть очень сильно подходит. Можно играть без карты, обыгрывать оппонентов. Поэтому стоит учитывать, в какую игру вы играете. Например, если мы возьмем в сеттинг-гейм, там более слабые игроки, там нужно более тайтл играть, консервативно. Поэтому стоит учитывать, какая игра и какой стол. Для твоей онлайн-покер есть такие... А если у меня несколько аккаунтов, я могу играть как бы с разными никами, никнеймами? Ну, во-первых, это то, что запрещено и карается в покер-румах. И понятно, почему. Если человек заводит себе несколько аккаунтов, может оказаться такая ситуация, что я играю за столом против нескольких аккаунтов, а все эти аккаунты Инга, и она просто видит карты всех других моих оппонентов. Конечно же, она имеет надо мной огромное преимущество. Она играет только самой сильной рукой. Она может вырезать, например, на одной руке у нее два туза, а на другой руке какая-нибудь плохая карта. Здесь рейс и окол, а там еще ререйс от пустышки, для того, чтобы два туза выманили меня на ол-ин. Ну, то есть много таких, как бы, фактически шулерства. Вот, поэтому играть на разных аккаунтах одному человеку запрещено. За это могут у вас конфисковать все деньги и сказать, что вы жульничаете, поэтому у вас будет лист. Мы жулья не любим. То есть, если ты чувствуешь, что тебя вынуждают на ол-ин, это Инга. Я только и. Главное, знать, куда пожаловаться. У тебя правила и большие, но стоит прочитать, потому что у меня есть такие пункты, которые вы просто можете не думать, что это нарушение правил. Например, если вы в раздаче напишите там что-то о карте своей, это тоже нарушение, из-за этого могут заблокировать как чат, так и карту. А можно чат ввести в одинаковое время, как играешь? Прямо там у них есть окно чата. Да, можно говорить с игроками. Чтобы еще и поговорить. Да. Так что вот если ты там чего-то нарушишь, тогда все капец, да? Вот чат заблокировать или даже счет при полторном таком. Или даже есть такие сайты, как official poker rankings, их позволяют использовать, пробивать игроков. Есть такие, как shortscope, они сейчас заблокированы, и вы просто можете не знать. Смотреть информацию по игрокам, это запрещено, им могут просто заблокировать счет. Поэтому лучше, если что-то не знаете, спросите у своего аффилейта или у суппорта. Просто не стоит такое делать так же, как poker tracker, позволяется, но нельзя там использовать чужие раздачи, такие есть, как майнинг называется. Поэтому лучше, если что-то не понимаете, спросите или узнать. Потому что это действительно могут заблокировать счет. Буду переводить все в саппорт, это служба поддержки, которая есть. Вы можете позвонить или написать, или задать любые вопросы. А продолжим, после перерыва попьем чайку, кофейку. Да? Да. Спасибо. 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 . Спасибо. . . . . . . . . . Спасибо. . 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 Те же самые 10% я отбираю. Играю на хорошей карте. Но я в игре каждые две минуты. То есть у меня все время на одном из столов какая-то хорошая карта. Вот. И единственное что я предостерегаю новичков от ведения двух игр сразу. Потому что естественно вы снижаете свои результаты если играете. Потому что ну во первых нужны определенные навыки. Нужна некоторая скорость реагирования. Я уже не говорю что вы можете зевнуть и где-то просто ну не пойти вовремя. Там же дается там 20 секунд например. Если вы не сделали ход в свою очередь. Я это сделала я выбегла из комнаты и они уже меня все. Капец. Они забрали твои деньги. Они забрали мои деньги и меня из игры. Я буквально на 3 секунды выбегла ну все. Не 20 секунд. Значит тогда не было больше 20 секунд. Это женские 3 секунды были наверное. То есть 3 часа. Макс. Я думаю вообще новичкам не нужно играть больше двух столов. Потому что их цель не заработать денег. А просто научиться играть. Потому что на мелких элементах много и не выиграешь. Просто важно хорошо играть. Понимать свою игру. Уже сильные игроки там бывает играют в кэш до 6 столов. Ситинго турниры там или мультитейб. Ну там один дядька с 5 звездами просидел. Это как самый топ топ. Тем более онлайн раздачи идут очень быстро. Иногда бывает что игроки играют даже по 12 столов. Просто берут количество. Играют небольшой плюс. Но за счет рэкбэка и небольшого плюса. Имеют большую прибыль играть по 3 тысячи турниров в месяц. Таких турниров как Ситинго. 3 тысячи турниров. Это 100 турниров в день. Без выходных. 8 часов в день. Рабочий день. Это и ваш специалист. Скажи когда ты увидела человека с 5 звездами. Ты села так как тебя учили в школе покера. За деньгами сразу. И фейсбук с деньги. На самом деле это можно легко сосчитать. Потому что если мы помним нашу фундаментальную теорему покера. И можем уметь считать свой выигрыш за час. Надо сказать что если вы считаете что у вас за час в игре 10-20 центов. То ваш средний выигрыш за час там равняется 1 доллару. Вот. Ну к примеру. Вот. И вы решили играть на двух столах. Это не значит что у вас будет 2 доллара. Потому что вы будете что-то терять. За счет того что. Ну не проследите что этот оппонент не мог поставить рейс без карты. Что этот не блефует. А этот наоборот блефует. Вы выкинули. А если бы вы внимательно играли на этом столе. То вы бы за ним наблюдали более пристально. Вот. Поэтому можно считать что вы снизите там свой ожидаемый плюс там до 0.75. Тогда у вас на двух столах будет полтора доллара. Но все равно это лучше чем доллар на одном столе. То есть ну это когда доллар или полтора как бы несущественно. И даже вон у Инги вызвало там легкую усмешку. Что подумаешь буду я тут горбатиться за целый час за доллар. На самом деле это смешно выглядит. Когда игрок играет там с турнира имеет только 2-3 доллара. Но если он сыграет этих 3 тысячи турниров. То у него получается неплохая прибыль. Некоторые игроки просто имеют такое понятие как рой. Он имеет там 2-3 процента роя. То есть если турнир 100 долларов вступит. То он имеет 2 доллара с турнира 3. Еще рейкбэк у него получается там долларов 8 с турнира. Если он сыграет 3 тысячи турниров. Он получает там 20-30 тысяч в месяц. Довольно большая сумма при таком мелком плюсе. Но это действительно очень сложно мультитаблить. Столько слов. Столько времени. 8 часов в день. Я сразу начинаю. Я играю. Окей. Смех смехом кажется. Только Макси самой сидит. Ладно. Вам нужно говорить о процессе. Я могу вам сказать, что может быть за такое короткое время как 40 уроков. И ваши 100 долларов в день. Слушайте. Ну а еще плюс 3 тысячи. Итого 23 тысячи. Я могу что-нибудь для вас сделать? Вот я хотел вам сказать, что за 40 уроков мы конечно не станем профессионалами. Но наша задача дать некоторую базу. А если вы вдруг захотите действительно профессионально этим заняться. И окажется, что у вас есть к этому данные. Ну то есть желание, стремление. В покере есть еще такая вещь как killing instinct. То есть вы хотите выиграть. I have. Потому что человек, который сам по себе такой вялый. Ему все равно. Он лучше может сдаться в какой-то момент. Наверное, он не подходящий для... Ну не возьмут его в гладиаторы. Вот. А если у вас будут подходящие данные, то мы можем вас и дальше взять заниматься, взять в команду. И мы можем вам гарантировать положительную игру. Да? Да. Окей. Оставьте меня, пожалуйста, на второй год в школе покера. Хорошо. За неустеваемость. Нет. Во-первых, у нас будут в развитии этой школы постоянные семинары. Мы с учениками, как правило, не расстаемся. Я поддерживаю отношения с людьми, которые прошли школу покера там и пять, и семь лет назад. Вот. То есть, ну естественно, если им что-то надо, они приходят посоветоваться, спросить, разобрать, как они будут дальше. Да. В конце концерта. Нет. С учениками мы практикуем такие вещи. Вот он говорит, вот я проигрываю в интернете. Ну откуда я знаю, как ты играешь? Может быть, ты играешь там не очень трезво или там вот, может быть, на большом количестве столов. То есть, приноси хэндхистери свою, будем разбираться. Это то, что я хотел сказать. Одна из важных вещей, что вся ваша игра протоколируется, и вы можете всегда запросить эту хэндхистери или прямо сразу писать ее в отдельный файлик в папочке. После чего вы берете и идете на разбор полетов. И мы с вами разбираем сдачу за сдачей, так же, как мы делаем это на школе покера. И считаем, что вот в этой ситуации ты зря вообще вошел. А в этой тебе нужно было ходить all in, ты зря его не поставил. Вот. Там же есть масса всяких ситуаций, которые требуют разбора и уточнения. То есть, да? Да, я думаю, в работе в покере все зависит от игрока. Как бы учитель ни был, все равно нужно работать. Это сложнее другой работы, но также большие перспективы и прибыль. Я думаю, нужно очень сильно работать. Так кажется просто, как игра, но на самом деле там действительно нужно хорошо разбирать свою игру. Макс сказал важную вещь. Во-первых, во-первых, я хотел сказать, что садовник, он может дереву помочь расти. Он может там удобрять почву, может вредить или там какой-нибудь краской красят эти яблони, чтобы не ели червячки, там жучки. Он может подстригать, поливать, но он не может расти вместо этого дерева. То есть, расти дерево должно само. В этом как бы смысл отношений учителя и ученика. И второй момент, который тоже Макс сказал очень важный, это что если вы пришли в покер развлекаться, вот такое времяпрепровождение, такие люди, сигары, карты, фишки, так все интересно, то нам с вами немножко не по дороге. Ходите развлекаться, развлекайтесь, и мы вам тоже чем можем поможем. То есть, вы будете развлекаться осмысленно. Не, на самом деле, я всегда вот в школе покера, когда приходят люди, я спрашиваю у них мотивацию. Зачем вы пришли? Чего вы хотите вот от этой школы? Ну и люди говорят по-разному там. Самый распространенный ответ это, что вот у нас есть круг, мы там играем в покер, но мне не хочется чувствовать себя мальчиком для битья. Я хочу играть чуть лучше своего круга. Хочу понимать, что происходит. Хочу делать ставки осмысленно. Ну и на самом деле, глубинный смысл любого человеческого действия, и самая важная фундаментальная потребность, это потребность в глубоком самоуважении. Вот. И что бы мы ни делали, мы хотели бы делать это так, чтобы не терять, а наоборот укреплять это самоуважение. Оно тесно связано с уважением и отношением других людей, но в первую очередь мы должны уважать себя сами. То есть в противном случае нас не будут и другие уважать. Поэтому, когда я что-то делаю, там в покере или не в покере, я хочу делать это осмысленно и знать, что это именно правильное действие. А как я могу это проверить? Только вот при помощи математики, логики и так далее. Вот. Поэтому, на самом деле, покер – это работа. А по сколько часов в день надо тренироваться, чтобы, если я хочу профессионально научиться играть? Ну, во-первых, очень много приходит с опытом. Поэтому, если вы хотите стать профессиональным игроком, вам надо довольно много наиграть. Потому что бывают игровые ситуации, бывают встречи с людьми, вы видите разные типы, разные реакции, и вот вы непрерывно закрепляете тот полученный материал. Но учеба не только в игре. Есть всякие домашние заготовки, есть разборы определенных ситуаций, которые вы за столом просто можете не успеть сделать. Вот. Поэтому, ну, я считаю, что, как в нормальной работе, 12 часов. То есть 8 мало, то есть мы же трудоголики. АПЛОДИСМЕНТЫ Хотелось поиграть, но я не знаю, успеем ли мы играть и говорить, потому что про интернет осталось несколько важных таких вопросов. Ну, например, количество фишек на руках у других игроков. Очень часто бывает так, что, например, не зная там правила какого-нибудь клуба, если у игрока, ну, скажем, осталось совсем немножко денег, он их поставил, и это больше, чем блайнд, но вы не можете сделать рейс после этого. Вот. Нужно и внимательно проследить правила, и всегда знать, у кого сколько денег. Ну, это еще и важно нам для того, чтобы выбирать руку, на которую заходить. Есть еще, мы говорили вскользь о том, что играть лучше быстро. Ну, во-первых, из вежливости, чтобы не заставлять людей ждать. Потому что, знаете, есть такие, то ли они чем-то другим заняты, а люди в интернете часто, он, например, еще читает новости, там еще какой-нибудь отвечает на почту, и здесь у него уже начинает пикать, что ваш ход. И это пикать начинает там через 15 секунд, после того, как ты не пошел. Представьте, там 10 человек, они каждый ход ждут вот эти 15 секунд. Ну, то есть получается, что вы один забираете у них половину времени, на которое они успевают сыграть раздачу. И только потому, что вы чем-то другим занимаетесь, это как бы еще и, ну, невежливо. А кроме того, быстрая игра, чем хороша, если вы, например, ну, с хорошей картой сделаете быстро какой-нибудь рейс или чекрейс, вот, то, как правило, вам скорее ответят, если вы это сделали без какой-то очень длинной затяжной паузы. Ну, он может подумать, что это вы сделали эмоционально, как-то быстро. Как вы знаете, у шахматистов бывает он жмет на кнопку, и тот невольно втягивается в быстрое передавливание этих кнопок. Вот, то есть, то есть вот по поводу быстрой игры. Потом есть возможность там ходить автоматически, когда придет ваша очередь. Особенно, если вы играете за двумя или больше столами. Увидели плохая карта, поставили галочку, что выбросить, когда до вас дойдет очередь. Но это одновременно является подсказкой против других игроков. Если вы говорите пас, например, и карты вашего оппонента слева летят практически одновременно с вашими в пас, это означает, что он просто нажал перед этим кнопочку пас на любую ставку. Вот. И вы можете уже из этого сделать вывод, что он не целиком сосредоточен на этом столе. Вот. И, возможно, иногда этим пользоваться, потому что вы знаете, что его внимание рассеяно, он может от вас там чего-то не ожидать, или он может поставить автоматически там raise any. То есть, ну, любую ставку он будет переставлять. Если у вас хорошая карта, вы можете его еще раз переставить. Ну, я не советую использовать эти такие кнопки, как check fold, raise any, просто check, потому что, возможно, в который момент заметите, что он по ней без карты сделал такой raise, или просто случайно что-то нажмете. Просто лучше не использовать, дождаться хода, тогда сделать свои действия. Также мы говорили о вспомогательных программах. Хочу подробнее рассказать. Покертрекер, программа, которая собирает статистику и вводит ее на стол. То есть вы играете, вы можете иметь всю информацию об оппонентах, сколько процентов он при флоп делает, рейс, там, крадет блайнды, его агрессия после лоб, с какой карты он играет. Также можете смотреть вашу статистику. Например, вы сыграли месяц, потом посмотрели его с позиции баттона, например, там, мелкоплюсовая или минусовая. Можете найти свои ошибки и справить просто. Также есть бесплатный руководство к этой программе, если вы там что-то не понимаете. Все просто, понимаешь? Все есть. Очень просто. Да. Действительно сложная программа, но она дает большой плюс. Если вы играете там несколько столов с профессиональным игроком, он имеет представление об игроках, с какими картами он играет, находит их ошибки. Просто... Как называется программа? Трекер трекер. Сейчас вышла третья версия. Это очень хорошая программа. Вы можете вывести сразу цифры на стол, посмотреть, иметь представление, какой презент трейза, кола и другие опции. АПЛОДИСМЕНТЫ Есть еще одна тема в онлайн-покере. Это подозрение и паранойя. А-а-а! Ну, например, вам кажется, что игроки играют нечестно. Нам это будет весело. Я могу их к менеджеру сообщить и сказать. Да. Более того, клуб просит вас о том, вы как бы помогаете следить за честностью в игре, а также за вежливостью в игре. Например, если какой-нибудь человек... Ну, бывает часто, что человек, там, например, ну, не знаю, ему кажется, что вы не должны были кол играть или, наоборот, рейс, и он тебе может там написать какой-нибудь марон, там, написать что-нибудь обидное. Ну, вы можете ему сказать, что, пожалуйста, следите за языком за вашим, иначе я, ну, пожалую, что вы меня грубите. Ну, то есть, румы хотят поддерживать вежливую игру за столом. А кроме того, если вдруг вам что-то показалось, вот, всегда можно обратиться в службу поддержки и сказать, мне кажется, вот эти два ника играют на один карман. Все игровое сообщество заинтересовано в том, чтобы игра была честная. И пыкерные клубы в первую очередь. Но отследить это надо иметь столько администраторов, чтобы за каждым столом это все наблюдать. Вот я уже не говорю о том, что там, ну, например, в чат человек может сказать... Вот, как вы, помните, вышло три восьмерки. Я начинаю, ой, ну, как же я выбросил там, да, 8-2. Вот. Ну, человек может, новичок даже, он может написать, что, ой, а я выкинул восьмерку в чате. Это грубое нарушение правил. Ну, вы можете сами ему сказать, что это не принято, так делать нехорошо, ты поломал нам игру. Я слышу. Это нелегальная информация, да. А можете, пожалуйста, и сказать, что человек сообщает в чат своей карты, вот, ему сделают предупреждение или при повторном таком нарушении могут заблокировать счет. А в этом случае деньги кому достаются, если счет заблокирован? Вы знаете, это на усмотрение покерного клуба. На самом деле у меня были такие случаи с преферансным клубом. Ну, например, люди начали жаловаться, что вот там, ну, проигрываем, ну, и явно там люди пользуются нелегальной информацией. Ну, сообщили ники. И я проанализировал там порядка 500 сдач, я выявил эту там цепочку, их было примерно 15 человек, вот. И у нас был совет клуба. Мы приняли решение конфисковать у всех деньги. Но мы не хотели, чтобы эти деньги шли в пользу клуба. Мы вывесили, во-первых, у нас там была доска позора, такая к позорному столбу. Вот, что такие тайники были уличены в том-то и в том-то. Вот протоколы сдачи, где совершенно доказательно описано, что, ну, то есть любой это видит невооруженным глазом, потому что те-то, которые пострадали, они же не видели их карт. Вот. Более того, там были еще косвенные доказательства. Например, они собрались деньги выводить, сели три жулика за один стол. Ну, и у них задача одному проиграть, который будет выводить, чтобы они не все трое выводили. И вот они там, Мизер, там, Король Валет, там, Туздаму 10. Ну, такая карта, на которую нельзя сыграть. Вот Мизер. Ну, там, открыли карты. Предлагаю, ноль взяток, там, согласен. Ну, то есть они даже не утруждались с каким-то камуфляжем. Мы конфисковали у них деньги, объявили сумму, которую конфисковали. Объявили, что все, кто пострадал от действий вот этих лиц, могут попросить, чтобы им вернули деньги. Вот, это администраторы делали легко. Человек обращается, говорит, я проиграл, там, ну, примерно в середине сентября. Ну, ты заходишь, смотришь в сентябре, где были, были ли, сколько сдач с этим ником. Там сразу видно, сколько он им проиграл. И мы возвращали на счет эту сумму. Вот, оказалось, что это целое интернет-кафе промышляло. То есть там кто-то специально под этот клуб организовал это интернет-кафе. Вот, но мне кажется, когда все примерно на одних каких-то этических позициях находятся, и вам это не нравится не только потому, что это направлено против вас, и вы на этом теряете ваши деньги. Вам это не нравится в принципе. Потому что вы считаете, что такого не должно быть. И даже если это происходит по отношению там к кому-то другому, вы зашли просто посмотрите, видите такую картину, где по вашим представлениям не все чисто. Вы можете это как зритель сообщить в администрацию, что я бы на вашем месте пригляделся бы к игре вот этих двух молодчиков. По-моему, они обувают там третьего несчастного. Вот, это будет на самом деле, мне кажется, нормально. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, что еще? Вот Макс говорил про рейк и про аффилиатов, то есть просто, как у них устроен бизнес у этих ребят в интернете. Они берут с каждой сдачи свою комиссию. Ну, там, тем крупнее игра, тем меньше размер этой комиссии. Там, скажем, самое большое там пять процентов, самое маленькое там два процента. Но чем мне нравится игра в интернете, особенно когда играешь чуть покрупнее, то эта комиссия всегда не больше трех долларов. То есть в обычных клубах, если, например, они берут те же самые два процента, и в банке получилось тысячу долларов, то два процента – это двадцать долларов. В интернете эта комиссия никогда не больше трех долларов. И точно так же в больших турнирах, где ты сдаешь там, например, сто плюс девять, сто идет на образование призов, а девять – это организаторам для, как бы, на урок расходы. Но и точно из этих девяти они, во-первых, дают отчисления менеджерам, и иногда бонусы регулярным, постоянным игрокам в качестве вот некого возврата с уплачиваемой комиссией. То, что называется аффилиативная программа. Да? Часто этот рейкбэк запрещен официально, поэтому, если вы договариваетесь с аффилейтом, лучше нигде не рассуждать об этом, там он сколько мне оплачивает. Потому что аффилейт не обязан ничего оплачивать, иногда правилами запрещено об этом даже говорить просто. Потому что игрок играет, он не обязан получать какой-то рейкбэк. Поэтому, если вы договорились, лучше просто не рассуждать об этом. Потому что аффилейту тоже выгодно давать игроку часть процентов, потому что если он не будет отдавать другие, отдают, и ему более выгодно перейти к другому аффилейту. Ну, так же, как мы говорили, не стоит нарушать правила, создавать несколько счетов, потому что это действительно все по керам смотрит и легко определяет. Даже по игре, вы можете играть на другом компьютере, но по игре это заметно, как вы играете, какие лимиты. И лучше создать сразу нормальный счет на хорошего аффилейта. И не менять просто никнеймы или свои счета. Также есть такие хорошие сайты, где вы можете повезти свою квалификацию, потому что некоторые новички даже не знают, как исправить свои ошибки, исправить игру. Есть такие сайты, как Cartrunners. Там профессиональные игроки записывают видео свои игры. Это платный сайт. Но если новичок уже нормально, и даже профессионал игрок зарабатывает, он может потратить часть своих денег на то, чтобы повысить свою игру, потому что там есть даже запись высших лимитов в игре. Он объясняет свои карты, как он играет свою игру. Это действительно повышает сильно свою игру. Кроме того, как вы разбираете свои раздачи в Покертрекере, стоит не забывать об этом. Ну, на самом деле, мы видим, что это огромная тема и огромный разговор. Да. В интернете огромная масса как покерных сайтов, где просто предоставляется информация, идет разбор сдачи. Там, не знаю, во время крупных соревнований идет онлайн-трансляция, комментарии специалистов, ведущие игроки ведут свои блоги, то есть рассказывают о том, какие у них соображения, почему они так или иначе. То есть разыгрывали какую-то руку. Таким образом, стремящийся к знаниям, он найдет, где их взять. Вот. Поэтому мы когда-нибудь еще будем говорить об интернете. А следующая тема нашего урока – это лудомания или болезненное пристрастие к игре. На сегодня давайте закончим. Всего доброго. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok